Татьяна Репина оказалась в инвалидной коляске, когда ей не было и двух лет. Плановая прививка от полиэмилита стала причиной трагедии. Почувствовать себя комфортно в мире здоровых людей Татьяна смогла недавно. Занялась бочей. Правила итальянской игры простые. Нужно попасть шарами ближе к цели. Играть можно, не сходя с места. Это очень удобно в положении Татьяны. На жизнь девушка зарабатывает бисероплетением. Самостоятельно ездит по магазинам и в аптеку. Мы приезжаем, закупаемся и уезжаем. То есть люди там тоже хорошие, добрые люди. Всегда помогут, всегда положат. За панус мы заедем, они двери откроют все. Огромное спасибо, но если честно, я не буду просить ансамбль. А вот до самого магнита доехать очень тяжело. Там на помощь, там вот такой бордюр. Вот такой бордюр, и уже преодолеть на тяжелой коляске его невозможно. По новому федеральному закону он начал действовать с 1 июля этого года. Новые здания должны строиться с приспособлениями для инвалидов. В первую очередь это касается учреждений госвласти, здравоохранения, образования, соцзащиты. Для инвалидов-колясочников увеличены дверные проемы, специальные лифты. Для глухих информационное табло, в том числе и в транспорте. Для слабовидящих уже сейчас на дорогах нанесена оранжевая и рифленая разметка. Через пять лет каждый второй объект в Самарской области будет соответствовать стандартам безбарьерной среды. Но этого недостаточно, считают социальные работники, если здоровые люди не начнут воспринимать инвалидов как равных себе. Научиться этому можно было в выходные в парке Гагарина. Там проходила восьмая традиционная акция «За жизнь без барьеров». В ходе акции, когда выезжаем в муниципальное образование, мы проводим уроки толерантности. Для того, чтобы подрастающее поколение выросло уже готовым и жить совместно, и рядом, и учиться, и работать с разными людьми, с людьми инвалидностью. И готовы решать те проблемы, с которыми сталкиваться нами. Не надо разделять на понятия инвалиды или здоровый человек, потому что все мы люди, и рядом с нами должны быть. Они даже не виноваты в том, что у них проблемы со здоровьем. Они должны также жить полноценно. Мы стараемся общаться с ними деликатно, никогда не обижать словами грубыми. А так, вообще, они не такие же обычные ребята, как и мы. Общение простых самарцев и инвалидов во время акции «За жизнь без барьеров» проходило в неформальной обстановке. Состоялись товарищеские матчи по настольным играм. На концерте каждое выступление ансамбля жестовой песни «Самарские звезды» заканчивалось аплодисментами. Сергей Кизоргин, Артем Сулайманов. События.